Друзья, здравствуйте! Это Политека, меня зовут Анастасия Гусарева, и здесь мы с вами собираемся для того, чтобы проанализировать все происходящее, разобраться, ну и понять, как те или иные события влияют на нашу с вами жизнь. Конечно же, мы это делаем не самостоятельно, в этом нам помогают наши гости. Павел Себастьянович сегодня у нас в гостях на Политеке, общественный и политический деятель. Павел, здравствуйте! Добрый день! У нас накопилось тут куча всего за это время, пока мы с вами не общались. Это и бюджет, это и Вовина 1000, это и ситуация на фронте, которая, ну, к сожалению, многих вводит в такое депрессивное состояние. Это и выборы в Соединенных Штатах Америки, и Северная Корея, которая тоже взялась как бы вступать в эту всю историю. С чего бы вы хотели начать? Что вам ближе? Ближе? Ну, наверное, с денег. Давайте с денег и начнем. Вот как раз с этой Вовиной 1000, как уже ее прозвали в народе. Многие заговорили о том, а не пахнет ли выборами, учитывая, что раздача по 1000 у нас в стране, к сожалению, так сложилось, что это обычно вот перед выборами делают. Как вы расценили этот шаг и понятно ли вам, откуда этот ресурс? Я уже больше года, наверное, кричу на все Ютьюбы и Фейсбуки, что в Украине полным-полно денег. У нас достаточно денег. Нам Запад заливает от 40 до 50 миллиардов долларов в год, ничего не требуя взамен. Просто вот так дает нам эти деньги. И причем на 25-й год уже тоже эти деньги обещаны, выделены, и чиновники опять будут купаться в роскоши. Но из этих денег почти ничего не выделяется на вооружение. То есть на вооружение выделяются копейки. То есть наши войска воюют без оружия. То есть безоружных людей мобилизовывают и без оружия отправляют на фронт. Это, на мой взгляд, основная причина всех поражений на фронте. В начале 23-го года, как только я увидел, что в бюджете на оборону уменьшено финансирование по сравнению с 23-м годом на 942 миллиарда, сразу на 942 миллиарда, было 2,097, стало 1,155. Я сразу написал, что это будет либо социальный взрыв, который внутри страны, либо обвал фронта. Ну вот социального взрыва еще не видно, как-то ТЦК там с полицией усмиряют людей. Но обвал фронта он неизбежный. Если вы не финансируете армию, неизбежно будут провалы на фронте. Если не строятся фертификационные сооружения, негде закрепиться, нечем защищаться. Поэтому вот и вот мы вчера бюджет рассматривала Верховная Рада на 25-й год. Значит, за последние дни нам стало известно очень много интересных цифр. Первое. Спецпенсионеры, прокуроры, судьи, чиновники выводят из пенсионного фонда по незаконным пенсиям 120 миллиардов гривен в год. 120. Вот первая цифра такая, якорная, скажем. 120 миллиардов забирают себе судьи, прокуроры, чиновники, как незаконные пенсии. Незаконные. На ЗК на это все смотрят и не замечают. То есть вот смотрят декларацию чиновника, чиновнику 30 лет, а он получает спецпенсию. Там 60 тысяч в месяц. И на ЗК этого не видят, не обращают на это внимания. Причем это массовый, каждый пятый прокурор. И вот на ЗК не обращают внимания, на БУ тоже не обращают. И вот первая цифра 120 миллиардов, которая разворовывается из бюджета правоохранительными органами. То есть это сразу нам говорит о качестве правоохранительной системы. Вторая цифра была недавно презентация экспертной такой организации Кейс-Юэй экономической, которая сидела в одном зале с Данилом Гетьманцевым. Вот Данил Гетьманцев на сцене, и тут же эксперты сидят и говорят, что силами налоговой службы, таможни разворовывается или организовывается недопоступление в бюджет суммой 530 миллиардов гривен. Как раз тот бюджет, который, ой, вернее, тот дефицит, который у нас был. Да, сидит Данила Гетьманцев, который хозяин налоговой службы и таможни. Это хозяин. То есть он депутат Верховной Рады, глава налогового комитета. По идее, административно, он к налоговой службе и таможне не должен иметь никакого отношения. Но давайте вспомним, как только началась истерия с прокурорами-инвалидами, он лично уволил из налоговой 16 налоговиков, у которых тоже была фейковая пенсия. То есть просто человек своей рукой взял, выгнал кого-то, призначил. Это от Данила Гетьманцев 530 миллиардов гривен. Вот уже 120 и 530, это у нас уже получается 650 миллиардов. На зарплаты чиновникам в год тратится 900 миллиардов гривен. Вот 900 миллиардов просто выкидывается из бюджета, просто чтобы содержать людей со средней зарплатой. Там от 50 тысяч, да, и там средние зарплаты по некоторым ведомствам 230 тысяч, 190 тысяч. Вот так вот живет шикарный наш госаппарат, и пенсии получает, и зарплаты получает. То есть уже 900 миллиардов, и там 650, уже 1 триллион 550 миллиардов забирает себе госаппарат. Вот просто из западной помощи, которая нам приходит, вот там 40 миллиардов долларов умножаем на 40, это значит 1 триллион 600 миллиардов гривен. То есть все эти деньги разворовываются, или там, как это правильно сказать, оприходуются чиновниками сразу вся западная помощь. А на вооружение, на вооружение, на 24-й год они выделили в 23-м 256 миллиардов. Вот сравните эти суммы, 530 разворовывается, 256 на вооружение. В этом году они запланировали на 25-й год 455 миллиардов. То есть опять меньше, чем организовывает вывод Гейтманцев и его компания, вся эта налоговая служба, таможня. Вот это вот для сравнения просто, как может не быть провал на фронте, если такие колоссальные деньги из бюджета выводятся, а на вооружение ничего не выделяется. Вот это цифры, которые есть у нас. И вот я просто для полноты картины хотел бы сказать, общая сумма, какая есть в наличии у нашего президента, скажем так. Вот президент, главный верховнокомандующий, он глава военной ставки. По закону, есть такой закон про оборону Украины, всеми ресурсами страны во время войны распоряжается военная ставка. Генеральный штаб и военная ставка. То есть они командуют, они всем должны командовать. Вот у нас, если мы посмотрим 23-й год, значит у нас центральный бюджет, это был 4 триллиона 100 миллиардов и 400 миллиардов местный бюджет. То есть 4,5 триллиона было в руках у нашего государственного аппарата. Сейчас на этот год, на 24-й, вот сейчас по итогам 8 месяцев, можно экстраполировать уже дальше до конца года, будет 4,9 триллиона. А с местными бюджетами будет примерно 5-300. 5 триллионов 300 миллиардов. Это вот то, что находится в руках у госаппарата. И из этих всех денег они выделяют на вооружение 455 миллиардов. Так какая может быть победа на фронте? Как может быть закрыто небо? Как можно покупать дроны, если на это просто тупо не выделяются деньги? Поэтому никакой победы, никакой-то даже остановки российских войск быть не может, пока наш госаппарат, наши чиновники не оторвут эти деньги от себя и не направят их на вооружение. Вот такая печальная ситуация в нашей стране. При наявности огромнейших ресурсов наша военная ставка не хочет эти деньги направлять на войну. А давайте тогда попробуем разобраться. Вот если все будет продолжаться в том же духе. Мы слышим от военных... Да, Украина пока не подтвердила касательно Селидова. Мы ведем бои и все остальное. Но вот россияне уже поспешили объявить о том, что они взяли Селидова. Мы помним Углидар. Мы понимаем, и военные аналитики об этом говорят, что если все-таки оккупантам удастся взять Селидова, надо готовиться к тому, что следующим шагом они попрут на Покровск. Мы знаем, что происходит сейчас в Курахово. Тяжелейшие бои. Мы видим их намерения. Мы видим вот эту довольную пачку Путина, когда он сидит и говорит, ну, надо реалии на земле учитывать и тому подобное. Если вот финансирование пока не меняется. Что мы получаем в ближайшее время на фронте, это раз. А два, есть ли у нас еще шанс исправить эту ситуацию, исходя из бюджета 2025? То есть что надо сделать сейчас или перенаправить, прописать, вот если простым языком говорить, для того, чтобы в 2025 году мы не имели ситуации для нас критической, которая вот называется обвал фронта? Ну, смотрите, ситуация, если посмотреть продвижение российских войск за последний месяц, они продвинулись на 6 километров. Вот скорость движения российских войск 6 километров в месяц. От Покровска до Киева 66, по-моему, или 69 километров. Через 400 с чем-то месяц... 666. 600, вы сказали, или 60? От Покровска до Киева... Да, не 60. 600, 600. То есть через... А, ну правильно, да. То есть если мы поделим это, то через сколько? Через 400 с чем-то дней будут россияне тут. Но это учитывая, что они сохранят вот этот темп, они будут действовать быстрее, или же если мы будем способны удерживать их и не позволять им продвигаться быстрее темпом? Смотрите, а мы их ничем не можем удерживать. То есть как действуют россияне? Первое, они запускают аэророзвитку. То есть в глубину 100 километров по всей линии фронта везде есть российские беспилотники. То есть наше военное руководство не закупает зенитные установки с 3D-радарами, которые продаются по всему миру, и Турция продает, и Южная Корея, и Швеция, какие угодно производители это делают. Можно же покупать даже не готовые, а по комплектующим покупать. То есть 3D-радар с самонаведением не должны все уничтожаться, эти аэроразведчики российские. Их не должно быть над нашим небом, над нашей территорией. Но этого никто и не закупает. Никто не закупает. Мне Макс Бужанский, депутат, в комментариях под его постом написал, что никто нам не продает. Вот нам не продают. Я говорю, вы же просто деньги не выделяете на это. Я смотрю на бюджет. Вот если бы на войну выделили триллион 400, и его не могли бы потратить военно. Я бы тогда поверил, что деньги выделяются, а вооружение невозможно купить. Но как это другие страны закупают? Там Чехия, Польша, Словакия, все страны Европы закупают спокойно технику по всему миру. И Турция с нами-то сотрудничает, поставляет. Турция сейчас делает нам два корвета. Об этом пишут постоянно. Но на этом корвете стоят и ПЗРХ, и 3D-радары, и ракетные условия. Все там есть. Нам нужны сейчас 3D-радары, чтобы уничтожать, чтобы над нами ничего не летало. А сейчас наши беспилотники, беспилотчики разработали уже дроны, чтобы дронами уничтожать вот эти дроны-аэроразведчики. То есть, есть такая пословица, голь на выдумку хитра. Когда ничего не финансируется, пытаются хоть что-то изобрести наши военные и наши инженеры в тылу. Но это ж надо все финансировать. Так что если не будут финансировать, то через какое-то количество месяцев будут здесь россияне. Уже здесь, в Киеве. Они же опубликовали уже карты, что в 26-м году уже и Харьков, и Днепр, и Запорожье будут, они их захватят. То есть мы опять, наверное, как помните, перед началом войны нам постоянно присылали с Запада карты со стрелочками, как будут россияне наступать, что будет. А наш офис президента смеялся над этими планами. Хи-хи-ха-ха, ничего не будет. Министр обороны Резников за несколько дней до войны выступал и сказал, что да, это невозможно, у них мало сил. Вот у нас сейчас такой же министр обороны, который не может хотя бы отстоять финансирование армии. Мне вот просто, вот хотелось бы просто встретить Умерова и спросить его, вот вы голосовали, как член кабинета министров, за уменьшение бюджета на 942 миллиарда в 23-м году. Ну как вы могли это сделать? Ну вот как начальник генерального штаба, сырский там, главнокомандующий, вот как, почему они все молчат? Вот вчера голосовали за этот бюджет 455 всего миллиардов. Ну это ж мало, катастрофически. И ни один военный нигде там, они ж любят в этом, в экономисте все писать. Экономист, Нью-Йорк Таймс, там разных там этих, джорнал, да, иностранных. Здесь они вообще с нами не разговаривают. Что ни один генерал не написал, что нам мало денег. Никто это не пишет. То есть прокурорам хватает, судям хватает, чиновникам хватает. На Прозоро смотришь. Так там вообще такая шикарная жизнь идет. По Киеву едешь, асфальт везде кладут, саженцы сажают. Деревья, я тут выехал, смотрю, такую лесополосу посадили. Из таких деревьев, знаете, такие, которые уже где-то 4-5 метров. То есть они каждая стоит по несколько тысяч гривен. Их там около тысячи. Мало того, недавно КМДА публиковала, значит, новость о том, что они оцифровали все деревья в Киеве. И теперь они создадут карту, по которой мы с вами можем тычнуть на эту карту. Нам откроется иконка этого дерева. Мы будем знать, что это за дерево, сколько ему лет, какого он вида, породы и так далее. Ну, я так понимаю, что на это выделено, ну, там, извините, достаточно средств. Ну, да, то есть у нас, получается, тыл живет своей жизнью, абсолютно не знает, что там на фронте происходит. Линия фронта сюда двигается. Все чиновники, которые работали в тех городах, которые сейчас заняты россиянами, они спокойно переехали в Киев или в другие областные города, продолжают получать свою зарплату. У них выделяются бюджеты на эти городки, которые уже заняты россиянами. Они на эти бюджеты участвуют в госзакупках. То есть бюджет вот так транжирится. Я не знаю, но вот неужели никогда не настанет время, когда мы министра финансов сможем призвать к ответу. Ведь это его все. Он делает драфт бюджета. Он подает драфт бюджета на Кабмина, Кабмин Верховную Раду. Ну, можно же министра финансов наконец спросить, нахера ты так транжиришь деньги? Это же, ну, все он делает. Мне там часто говорят, ты неправильно читаешь бюджет, потому что там часть это местные бюджеты, это местные бюджеты трогать нельзя. Послушайте, все деньги изначально находятся на одном счету. Вот они все в одной куче. Потом Верховная Рада голосует, как налоги будут разделяться. Одни налоги идут в местные бюджеты, там ПДФО, единый налог, сфопов, там земельный налог. Это все решает Верховная Рада. В Верховную Раду это подает Кабинет Министров. Он разрабатывает политику бюджетную. То есть сидит министр финансов и распределяет, куда там деньги какие. Так это же самое. Министр финансов может деньги местных бюджетов забрать их на войну. То есть не распределять туда больше. Не выписывать там какие-то субвенции на освиту, охорону здоровья. Не финансировать Министерство молодей и спорта. Это все сейчас не нужно. Но у нас гибнут сотни тысяч людей на фронте, а мы финансируем молодь и спорт. Я этого не понимаю. То есть должен быть создан военный кабинет, где должно быть всего четыре министра. Обороны, финансов, внешних сношений и юстиции. Юстиции министр нужен, чтобы подготовить выборы. Потому что выборы я не вижу, чтобы их готовили. ЦВК не готовится, деньги в бюджете не выделяются. То есть выборов не будет в 25-м году. Потому что власти сейчас очень все удобно. Зарплату получают, на работу ходят, пенсии фейковые получают. Им ничего не угрожает. Никакой ответственности нет. У нас демократических процедур нет, чтобы мы могли кого-то отозвать или призвать к ответственности. Правоохранительная система вся проворовалась. Она не будет призывать к ответственности министра финансов. Национальный банк вообще живет как отдельная страна, отдельное государство. У них так и называется стратегия финансового фортеца. У них на сайте выложено финансовое фортеца. И вот значит Запад нам дает западную помощь, эти миллиарды долларов. Что делает Национальный банк? Национальный банк берет эту западную помощь и 16 миллиардов долларов кладет себе в золотовалютные резервы. То есть во время войны зачем? Зачем Национальную банку увеличивать 27 миллиардов до 43? То есть это рекордный золотовалютный резерв во время войны. Ну это сумасшедший дом. Потом он делает схемы депозитные сертификаты и облигации внутрешнего займа и Минфин выплачивает Национальный банк каждый год по 100 миллиардов гривен. То есть 300 миллиардов просто выплатено наших с вами денег, которые должны идти на войну, выплатили в виде процентов Национальному банку, а он в виде процентов коммерческим банкам по депозитным сертификатам. То есть это просто схема и больше триллиона уже, то есть 640 миллиардов золотовалютный резерв и уже 900, ну 300 миллиардов уже по процентам. То есть 940 миллиардов. А еще там же замороженные средства депозитных сертификатов, это еще 300 миллиардов. То есть 1 триллион 200 миллиардов просто Национальный банк может в любой момент взять и профинансировать армию на 1 триллион 200 миллиардов. Но он этого не делает. Он даже не создает финансовые инструменты для гарантирования оборонно-промысловому комплексу, чтобы он мог выпускать вооружение. То есть вот каждый сидит как частная лавочка. Минфина своя частная лавочка, у Гетманцева своя частная лавочка и налоговая таможня, у Пышного своя частная лавочка, Национальный банк и коммерческие банки. И никто не думает про армию. А руководство армии тоже молчит. Их все устраивает. Подумаешь, нет вооружения. Зато у нас есть люди. Будем людьми воевать. Вот такая ситуация. Давайте с международной повесткой тоже чуть-чуть разберемся. Давайте, Анастасия, еще одно слово. По тысяче я скажу. По бовиной тысяче. Так они сказали. Бовина тысяча. Да-да. Экономисты ломают копья. Одни говорят, что так нельзя делать. Другие говорят, зачем вы тогда поднимаете налоги, если у вас столько денег много. Я же говорю, денег там полным-полно. Они не знают, куда их девать. Именно от этого возникла вот эта идея с тысячей, что куда-то надо раздавать деньги. И я к этому отношусь позитивно. То есть у нас половина населения в нищете. У нас пенсионеры, которые меньше трех тысяч некоторые получают. Три-четыре тысячи. Им тысяча будет очень хорошо. Внутричные перемещенные особы, им платят по две четыреста. Это позорище. Людям, которые потеряли все. Которые из-за действий государства нашего потеряло все. Которое не смогло защитить их. И им выплачивают всего две четыреста. И то, по-моему, только первые два месяца или три месяца. А дальше их бросают на произвол судьбы. Да. Более того, уже отменили выплаты для временно перемещенных лиц, которые имеют здесь жилье 13 квадратных метров на одного члена семьи. Купили машину за это время. Или купили жилье, или имеют банковский счет 100 тысяч гривен. Им уже не будут выплачивать. Да. А теперь возьмем всех, кого вывели в армии по заштат. Да. Которые там по 500-600 гривен получают. А раненые, которые вынуждены сейчас лечиться, тоже ничего не получают. Так что же... Что же... Ну так... Хотя бы по тысяче им дать. Хотя бы по тысяче. Но остальные люди, которые получат тысячу, имеют возможность задонатить это на какие-то подразделения, которые они считают нужно поддержать. То есть это, я считаю, позитивно. Вообще, если бы... Вот представьте, если вот нам дает там Евросоюз в следующем году 35 миллиардов евро. А у нас тут 35 миллионов. Ну то есть каждому по тысяче евро, считайте. То есть вот нам столько Запад дал. Вот если бы эти деньги сразу каждому человеку на счет по тысяче евро, я думаю, мы бы сразу вооружили армию. Моментально. То есть я думаю, что большая часть населения задонатила бы эти деньги на армию. И тогда около там 20-25 миллиардов евро умножаем на 40, это триллион гривен. Триллион гривен сразу бы пошел на вооружение. И армия бы сразу могла нанести разгром россиянам. Ведь что такое победа вообще? Вот у нас такое странное, когда победа, план победы Зеленского, и значит, там такие пункты, вступить в НАТО, или там в ЕС, или там граница 91-го года, там какая-то декупация, разминирование, восстановление, но это вообще не имеет никакого отношения к победе. Победа это разгром вражеской армии. Все, точка, никаких других побед не бывает. Ты должен разгромить вражескую армию, это и есть твоя победа. Потом уже ты будешь доходить до границ, освобождать территорию, добивать врага, но сначала ты должен нанести разгром. Чтобы нанести разгром, надо посчитать количество целей, их там 15 тысяч боевых единиц техники и 500 тысяч армия. Тебе надо большую часть уничтожить. Для этого тебе надо произвести дроны, которые у нас производятся нашими производителями. Как сказал Камышин, у нас на 20 миллиардов долларов могут произвести, а профинансировали мы на 6 миллиардов. То есть наши производители, предприниматели могут произвести больше, чем государство оплачивает. То есть если они произведут столько дронов, чтобы уничтожить 15 тысяч техники и 500 тысяч хотя бы большую часть живой силы, ну все. Но даже без техники уже они двигаться не смогут. Если уничтожить склады, уничтожить железнодорожные узлы, на которые приезжают россияне, разгружаются, уже это будет разгром. То есть нужно разгромить. Для того, чтобы разгромить, нужно выделить деньги, нужно профинансировать. Чтобы выделить деньги, надо забрать их у чиновников, у прокуроров, у судей, у всех, кто через Прозоро закупает все эти государственные учреждения. Вот, денег полно, но просто нет плана разгрома вражеской армии. Но пока нет плана разгрома вражеской армии, мы будем терять людей и территории. Да, к большому сожалению, самое главное это люди, об этом и президент говорит, и это то, что мы точно уже не сможем вернуть, я имею ввиду тех, кто погибли или же тех, кто получил серьезные травмы, как ампутации и тому подобное. И это самая, наверное, большая трагедия для нашей страны за все время независимости. Давайте разберемся с международной повесткой. Значит, что я имею ввиду? Важно понять, что произошло в наших отношениях с Соединенными Штатами Америки со знаком минус в последнее время. Значит, сначала Нью-Йорк Таймс публикует материал, в котором говорит, в тайной части плана Зеленского он просил домогалки. США ему в этом отказали, потому что, во-первых, их мало, во-вторых, у них дальность 2,4, это вообще, в общем, может привести к серьезной эскалации, ну и в-третьих, в принципе, план не очень там позитивно оценили, так как видят его малореалистичным, то есть с ним, в принципе, согласны, но вот чтобы как-то включиться в это все, такой азарта, такого нет. Потом выходит Зеленский и говорит, да, я подтверждаю, действительно, такая просьба была и меня пугает вот этот выток конфиденциальности, который произошел и как это вообще случилось. И вот давайте насчет этого вытока, да, слива и поговорим, потому что я сомневаюсь, что вот тайная часть могла вот так утечь просто так без чего-то молчаливого или гласного согласия, свидетельствует ли это о том, что наш союзник главный дает нам четкое понимание, что как бы надо умерить аппетиты, начать делать что-то самостоятельно и не так сильно рассчитывать на них? Ну, конечно, ведь они дают огромное количество денег, и все видят, как эти деньги расходуются, как они разворовываются, поэтому давать какое-то серьезное вооружение сюда, но, во-первых, они не будут давать серьезное вооружение, хотя бы потому, что зачем им эта эскалация в войне с ядерной державой, вот с ядерным государством, зачем это Америке, ну зачем, то есть, ну, нам это понятно, да, что вроде бы нам надо отвоевывать свои территории, что-то надо побеждать, воевать, но американцам зачем, кто мы для них, какие-то стратегические партнеры, да, какая-то коррумпированная, мафиозная страна, которая с Россией всегда торговала и до сих пор торгует, то есть, у нас газ идет по территории с Россией, да, то есть, до сих пор мы все, это наш торговый партнер, и они не понимают, ну, какие еще тамагавки, и зачем, потом же, они видят, что у нас есть территория, которая оккупирована, которые достаются нашими вооружениями, которые достаются ракетами малой дальности, которые нам дают, а мы почему-то не уничтожаем врага на оккупированных территориях, вот они прям ходят по нашей территории, россияне, а мы их не уничтожаем, и американцы не могут этого понять, ну, аж, как это, зачем вам 2 400, если у вас на 300 километров под боком, вы можете достать своими дальнобойными дронами, то есть, мы демонстрируем дальнобойные дроны, которые летят там на тысячу с чем-то километров по нефтеперерабатывающим заводам, но у себя под боком не уничтожаем вражескую технику, которая уже на нашу территорию заехала, это, ну, сумасшедший дом, поэтому американцы не могут этого понять, а то, что они организуют вот такие вытоки информации, утечки информации, то, ну, они могут, ну, может это обращение к украинскому народу, то есть, они говорят нам, люди, что-то делайте со своим руководством, что-то делайте, это как вот сейчас появилась статья, или в Брюсселе кто-то там заявил, что пора вам заканчивать с единым марафоном, это Еврокомиссия, Еврокомиссия не то, что заявила, они сделали отчет касательно перспектив вступления Украины в Евросоюз и сказали, ребята, как бы, давайте прекращайте эту историю, потому что, во-первых, с госбюджета это все финансируется, во-вторых, у нас есть огромные сомнения в объективности этой истории, а Минкульт уже даже ответил, и Минкульт сказал, дорогие друзья, мы продолжим делать единый марафон, нам все нравится, мы обязательно подумаем о том, чтобы его расформировать, но после окончания военного положения, пока у нас военное положение, мы продолжим. Ну, вот поэтому именно сейчас нужно внести какие-то изменения в избирательный кодекс, вот наша инициативная группа, которая называется «Семь кроков до перемоги», у нас там один из пунктов, это возврат к демократическим процедурам, и такие, внесения таких изменений в законодательство, чтобы выборы во время войны были возможны, ну, у нас выборы президента и так возможны, то есть достаточно, чтобы парламент их объявил, у нас просто парламент не объявляет о выборе, вот то, чтобы произошли выборы парламента, для этого надо внести изменения в законодательство, но нам и то, и другое надо делать, и надо вносить изменения в законодательство по поводу выборов в суде, в шерифах, в прокурорах, то есть вот сейчас у нас прокуроры и судьи показали, кто они есть, ну, мошенники, которые из бюджета воруют деньги, ведь каждая такая пенсия, она не только прокурором инициирована, эта мошенническая схема, она же решением суда поддержана, то есть каждая мошенническая схема, которая вот такие размеры сумасшедшие, по 60, по 70 тысяч гривен в месяц, это же решение суда, то есть замешанный прокурор, судья и работник пенсионного фонда, который это не опротестовал, не пожаловался, а тут же подтягиваются работники на ЗК, которые все это видят, но ничего не делают с этим, то есть у нас вся правоохранительная система прогнила полностью, то есть это должна быть перезагрузка, то есть в избирательный кодекс должно быть несено изменение по расширению выборных должностей, и туда должны быть добавлены естественно и прокуроры, и судьи, и шерифы, то есть вот эта национальная полиция, которая у нас общенациональная, она конечно же должна стать муниципальной, то есть должен выбираться шериф, и он должен командовать этими полицейскими, они должны быть совместно с территориальной обороной, то есть все граждане должны быть задействованы в охране порядка, и в охране безопасности, то есть мы все должны вместе с полицейскими выходить с оружием и искать преступника, если он тут появился, но у нас такого не происходит, у нас раскол между гражданами и государственным аппаратом, Это единственный раскол, который, мне кажется, есть у нас в стране между судьями-прокурорами и топ-чиновниками, держателями госпредприятий нашей земли и населением, которое ничем не владеет, хотя по Конституции кажется, что владеет всем. Поэтому первые шаги, которые должны быть сделаны, это сокращение госаппарата и направление вот этих денег, которые сэкономятся с сокращением госаппарата на войну, на вооружение, на производство вооружения и закупку вооружения. Но у нас это ничего не делается. Я напомню зрителям, как только началась война в мае 2022 года, само правительство вышло со слайдами о намерениях сократить госаппарат с 20 министерств до 12 министерств. Там было 54 тысячи инспекторов, они сделают 10 тысяч инспекторов, но ничего этого не было сделано. То есть они планировали сократить инспекторов, по крайней мере, на 80%, но ничего этого не сделано. То есть вот это требование должно от населения, сейчас от людей звучать, сократить госаппарат на 80%. Вот все такие функции, как молодеи спорта, инфраструктура, энергетики, освита, охрана здоровья, это все уровень местных бюджетов. То есть есть европейский принцип субсидиарности, который мы подписали Конвенцию и должны были внедрить у себя, когда бы проводили реформу по децентрализации. Субсидиарность, это значит, те функции, которые могут быть выполнены на местах, должны выполняться на местах. То есть все вот эти выборы судей, прокуроров и энергетика, инфраструктура, все это местные уровни. То есть сейчас, особенно во время войны, в центральном бюджете таких вытрат вообще не должно быть. То есть это все местные бюджеты. Ну и напоследок, как вы оцениваете ситуацию с вступлением Северной Кореи в войну? Я имею в виду, почему нету никаких жестких, резких ответов со стороны наших союзников? Еще до того, как подтвердилась информация, значит, США говорили, это будут красные линии. Если это случится, красные линии будут переедены, и тогда мы будем жестко на это отвечать. Сейчас, когда это уже понятно, это уже происходит, это уже фиксируется, они не делают никаких резких шагов. Они говорят что-то типа того, не, ну мы вот дополнительные запреты для Украины уже точно вводить не будем, потому что вот там. И вообще мы думаем, Украина вот сама справится. Пока Украина не начнет серьезно воевать, то есть выделять вооружение на войну, никто нам не будет помогать. Вообще никто не будет помогать. Что касается вступления в ЕС и НАТО, этого не будет никогда. Вот ну просто мы должны это принять, не будет никогда. Вот пока это власть, пока такая политика, никогда этого не будет. То есть у нас в НАТО нас не возьмут. Мы не внедряем стандарты НАТО, мы не ведем такие боевые действия по стандартам НАТО. У нас ничего нету по стандартам НАТО. Нету, стандартов НАТО не внедряются, хотя с 15-го года был у нас план, план вот этих подачей, был уже. Его не выполнили этот план, никто ничего не действует по стандартам НАТО, это первое. Жизнь солдата никто не бережет. У нас единственное, что общество научило генералов говорить, что жизнь это главная ценность, это все слова, это болтология. Никто не бережет жизни воинов у нас на линии фронта. Поэтому в НАТО нас никогда не возьмут с такой политикой. Плюс отношение к военно-промышленному комплексу, который не финансируется, коррупционная полностью машина закупок. Ничего не будет, никто не собирается брать НАТО. И самое главное, у нас идет война. В всех документах НАТО написано, когда страна воюет, ее в НАТО не берут. Все, надо забыть об этом, вообще перестать об этом говорить. Это какая-то морковка, которая зачем-то вешается на уши всему населению, у нас никто не возьмет НАТО. И то же самое Европейский Союз. У нас налоговая система, это сплошная налоговая яма. У нас налог на добавленную стоимость, это схема сплошная. Блокировки накладных, возмещение фиктивного НДС, фиктивный экспорт, фиктивный импорт. Все ради НДСа делается, об наличке, чтобы минимизировать НДС. Если нас примут Евросоюз, Украина станет налоговой ямой Европы. То есть весь НДС будет сливаться через Гетманцева. Понимаете, поэтому нас никто не возьмет и не собирается даже. Вот это все про евроинтеграцию, про членство в НАТО. Это такой миф, что нас туда не возьмут просто потому, что мы не провели реформ необходимых. У нас нет правоохранительной системы. Какой ЕС, какой НАТО? Поэтому вот эти все разговоры, я не знаю, вы про что меня спросили? Я уже забыл. Я вас спросила о том, почему наши союзники никак не реагировали. А, про северную корею. Про северную корею. Да. Нет, так дело в том, что я говорю, пока мы сами не начнем воевать, не направлять деньги на вооружение, никто не будет за нас вступаться, что-то там говорить. Да, все будут там какую-то озабоченность озвучивать, но помогать никто не будет. И плюс вот у нас все смеются над БРИКС, что это все фигня, там какие-то собрались там ось зла, этот генеральный секретарь ООН туда поехал, вот гад какой, да, поехал, где страны представляют половину человечества планеты Земля. То есть это очень странная позиция, поэтому я же говорю, что дипломатический корпус, она тоже меняет. То есть у нас же дипломатический корпус, это коррупционеры, которых отправили там Гусева в Азербайджан, Венедиктову в Швейцарию, Маркарову в Америку. Ну, то есть все коррупционеры, которые здесь зашкварились, их всех послами куда-то отправили. Сейчас залужного, то есть генерал, который непридатный, отказался с какой-то диссертацией, вместо боевых действий занимался диссертацией. Сейчас он у нас в Лондоне, да. Ну, то есть у нас вот это надо поменять. То есть я же говорю, военный кабинет должен состоять из новых четырех министров. Нового министра обороны, нового министра финансов, нового министра закордонных справ и нового министра юстиции. Должны бы прийти новые люди, которые верят в то, что победа возможна, которые верят, что экономика может расти, что может расти количество предприятий, могут возникать новые рабочие места. То есть вот должны прийти такие люди, которые знают, как это сделать, верят, что это можно сделать, и чтобы они это сделали. Поэтому дипломатический корпус надо срочно менять тех людей, которых по миру якобы представляют наши интересы. Вот это все надо сделать. Тогда, когда мы начнем сами показывать, что мы воюем, мы производим вооружение, мы защищаем демократию, у нас проходят выборы, у нас открыты границы, у нас нету ТЦК вот этих вот насилия на улицах, никого не топят в ТИСе. Вот тогда мы покажем, что мы демократия, и нам начнут помогать еще больше. Нам и так, я считаю, очень много помогает. 40-50 миллиардов в год, да это сумасшедшие деньги на самом деле. За эти деньги можно было уже три раза разгромить российскую армию. Но у нас вместо этого три раза прокуроры стали миллиардерами. У нас каждый президент становится миллиардером. Вот и все. То есть не может же быть такого, что вот у нас выборы проходят каждые 4 года президента и каждые 4 года в парламент. Но не может же быть такого, что украинский народ все время ошибается. То есть все время вот не тех выбирает, вот такой плохой народ. Наверное, что-то все-таки в избирательном кодексе не так. Наверное, так настроена система выборов, система отбора во власть, система монополизации власти, что нормальные люди не могут туда попасть. Вот не могут туда реформаторы попасть. Сколько бы мы не кричали про какие-то налоговые реформы, реформы про вахнете системы, вот те люди, которые об этом кричат, они туда не попадают. То есть они десятилетиями кричат, стареют, и так и где-то там в гражданском обществе и уходят на пенсию. А у власти все время одни и те же. То есть все время, начиная там от Януковича, вот эти суди, прокуроры, там министерские работники, все там сидят себе, а сейчас они все в офисе президента. Вот, а что мы хотим? Ну это люди, которые не умеют делать ничего, кроме как становиться миллиардерами. Вот становиться миллиардерами они могут. Вот если бы они все пошли в экономику и начали открывать предприятия, разрабатывать полезные ископаемые, там заниматься экспортом, импортом, о, Украина бы взлетела сразу. А в госаппарат надо отправлять людей, которым это неинтересно. Неинтересно становиться миллиардерами. В госаппарате должны быть люди, которым интересно делать миллиардерами своих сограждан. То есть политик – это человек, который создает условия жизни. Вот такие политики должны прийти к руководству страны. А у нас там сидят, которые хотят сделать богатыми только себя и свое окружение. Поэтому ничего не получается. Да, к сожалению, все сложное, весьма просто, но вот оно тяжелое в реализации, как оказывается, как показывает наша история и практика. Павел, спасибо вам большое за разговор, за то, что вы нашли для нас время. Павел Себастьянович, политический и общественный деятель, был сегодня у нас в гостях на Политеке. Друзья, моя благодарность вам за то, что вы смотрите, за то, что вы поддерживаете. Призываю вас писать комментарии к этому видео. Чем больше слов в вашем комментарии, тем лучше. Потому что так YouTube понимает, что это видео вам интересно, начинает его предлагать другим людям. А значит, помогает нам продвигать свой канал, помогает вам слышать ответы на ваши вопросы. Мы с вами обязательно увидимся в наших следующих эфирах. Меня зовут Анастасия Гусарева. Вы себя, пожалуйста, берегите.